Основным вопросом на обсуждение стал вопрос о эпидемиологической обстановке в Ингушетии и противодействии распространению коронавируса. Заместитель руководителя Роспотребнадзора Республики Майя Целоева в своем докладе отметила, что по состоянию на 21 января проведено около 200 тысяч скрининговых исследований на COVID-19. По результатам исследований диагноз подтвержден у более 10 тысяч больных. Всего у нас нарастающие 11 849 человек. Лиц старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, 58 человек. Госпитализированы с подтверждением и подозрительные на COVID-19 человек. Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-19, 277 человек госпитализированы. Количество умерших, всего у нас официально, умерших 156 человек. Основной мерой противодействия распространению инфекции должна стать вакцинация. В Ингушетии она начата с декабря прошлого года. В настоящее время в республику поступило 1542 дозы вакцины против коронавируса. До конца января ожидается поставка еще 5,5 тысяч доз. Планируется привить порядка 60% населения региона. На 24 января количество граждан привитых первым компонентом вакцины составляет 544 человека. В течение 21 дня после первой вакцинации идет вторая вакцинация. И вторым компонентом вакцины у нас привито 167 человек, что составило 35,3 от количества поступившей вакцины. Заслушав информацию докладчика, большинство депутатов отметило важность прохождения вакцинации. Кроме того, члены заседания также озвучили проблему обеспечения больных коронавирусной инфекцией необходимым количеством аппаратов ИВЛ. Как отметил руководитель Росздравнадзора по Ингушетии Ахмед Боров, сложности, возникшие с кислородным обеспечением в медучреждениях, уже решаются. В ноябре, в декабре у нас опять возник такой кризис кислородный. Сейчас эта ситуация вроде бы решается. Буквально вчера я сам обзванивал лечебные учреждения. Заключены были в конце года контракты на поставку газификаторов для жидкого кислорода. Они сейчас установлены во всех пяти лечебных учреждениях, которые работают под ковид. И заключены договора, буквально сегодня-завтра начнут поставки жидкого кислорода. То есть ситуация сейчас будет стабильной относительно. То есть с жидким кислородом работать легче. Члены заседания рекомендовали Минздраву региона усилить внутренний контроль качества данного оборудования в медучреждениях. Сегодня у нас есть возможность объективно подойти к оценке системы здравоохранения Республики Ингушетия. У нас есть реальная возможность проанализировать то, что есть на самом деле. Доступность здравоохранения для простых граждан. Увидеть вот эти проблемные точки и эти проблемные точки обозначая их решать. В завершение заседания депутаты утвердили план работы фракции «Единая Россия» в Народном собрании Ингушетии на 2021 год. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белак, Киев, Новости 24.